ну и смотрим теперь наш челнок челнок так хороший смотрим носик челнока носик челнока хороший не забитый пробуем крылышко вот это вот ногтем вот раз вот заусенец 1 вот целый ряд заусенец здесь все забито да здесь все забито и здесь тоже значит нам нужно снять вот это крылышко и его отполировать берем откручиваем осторожно винты не потерять сняли берем алмазный надфилер вот это вот так вот и вот так вот снимаем нужно снять так чтобы ногтем вот так вот провели и не было заусенец потому что нитка идет по этому крылышку и это стопроцентный обрыв нужно вас так вот алмазным надфилем зачистить и потом на полировочном обязательно все это заполировать вот сюда краешек тоже это все идет прохождение нити вот здесь тоже можно шлифануть все заусенец нет сейчас на полировочном все это шлифанем и будем ставить на место так все ставим на место так вот два винтика здесь два винтика здесь выравниваем так один ставим до конца не закручиваем так вот так вот и так можно средний до конца это же не совсем потому что здесь вот у нас не сходится и последний осторожно осторожно так вот так вот так вот так вот так вот так вот не ходит так вот пошел вот теперь затягиваем все теперь затягиваем хорошо так вот Теперь вот этот хорошо подтягиваем. И вот эти подтягиваем. Так, все, немножко подтянул на всякий пожарный. Посмотрю, что здесь хорошо затянут. Один опущен. Здесь нормально. Так, все. Мне бы еще хотелось посмотреть, что у нас находится в картере. Так, вот у нас картер. Так, откручиваем. Здесь, как видите, абсолютно пусто, сухо. Сюда, конечно, можно кинуть смазки. Так, вот. Сильно много набивать не буду. Это не производство в домашних условиях. Я не думаю, что тут такая нагрузка будет большая. Лишнее все равно выдавит. Но, тем не менее, нормально. И можно сразу же маслечком смазать вот сюда, во втулки. Вот. Ну, уже даже полегче пошло. Хорошо. Ну, и заодно уже делаем смазку. Так. Шкивом чуть-чуть провернули и поставили верхнюю и нижнюю. Затянули. Затянули хорошо. Нужно попробовать, чтобы у нас не цепляло нигде. Вот так вот. Так, прекрасно. Так, теперь смажем вот сюда вот еще. Вот здесь вот. Вал стоит на конусных винтах. Так. Ну, и здесь смазываем. Здесь вот даже отверстие видно. Немножечко туда капнем. Так. Так. Смазываем здесь на конуса. Вот здесь вот на подъем зубьев ролик. Так, что еще у нас здесь конус. И здесь вот конуса маленькие. Рейка для зубьев. Так. Ну, и возьмем. Немножко капнем. И в челнок. Я челнок вот ставлю в такое положение. Ставлю вот носик челнока у нас. Вот здесь поясок идет. И я силиконовой смазкой капну вот сюда вот на крылышко. Вот. Чтобы у нас челночок мягче работал. Ну, вот. Сейчас все нормально. Челнок хороший. Здесь сетка не болтается. Сетка это куда вставляется шпурный колпачок. Так. Здесь нормально. Ну, и смазываем далее вот сюда вот на игловодитель. Здесь вот места для смазки. Здесь на рукаве у нас тоже место для смазки. Внизу здесь смазываем вот сюда вот на игловодитель. Сюда и на низ вот сюда игловодителя. И также на лапку. Вот так вот. Все прокрутили. Подняли вот сюда вот на лапку. На рычаг лапки маслечко. Так. Лишнее убираем все. Чтобы масло не бежало у нас. Вот здесь вот смазочка. В общем, все нужно смазать. Сюда вот. Сюда. Так. Смазываем. Вот здесь вот сверху смазка у нас на втулке. Сюда немного. Сюда. Вот здесь вот на шкив капнули. Хорошо. Сюда. И сверху вот здесь вот на задней части открываем заднюю крышку. Открываем заднюю крышку. И смазываем все вот здесь вот. Здесь стоит еще один картер. Сверху можно вот так вот. Вот так вот. Прокапать. Ну смотрите. Для 22 класса очень даже хорошо шкив. Шкив даже прокручивается по инерции. Это плюс усилие на лапку. Все нормально. Все. Закрываем. И теперь будем ставить. И теперь будем ставить машинку на стол. и пробовать шить. Все. Все.